Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Итак, друзья, добрый день, это телерадиоканал Страна.ФМ. Здесь по-прежнему Влад Кутузов, Валерия Майорова. Ну и что, друзья, как мы обещали, прямо сейчас у нас стартует наша замечательная программа под названием «Наука и технологии». И мы сегодня с Валерией не одни, ну, по понятным причинам, где наука и технологии, а где мы с Валерией, конечно, наши замечательные гости. Это Пётр Толочков, победитель и призёр хакатонов. Это такие специальные состязания IT-разработчиков. Мы по поводу них ещё, наверное, поговорим чуть-чуть сегодня. Специалист по искусственному интеллекту. И Антон Марин, выпускник ВМК МГУ, резидент Сколков, директор IT-компании, который занимается разработкой проектов на базе как раз искусственного интеллекта, о чём мы сегодня в течение практически всего следующего часа и будем говорить. Здравствуйте! Пётр, Антон, добрый день, спасибо, что пришли. Будем слушать вас, и у нас много вопросов вам. Слушайте, помимо того, что у нас есть вопросы, я уверена, что вопросы появятся у слушателей и зрителей, поэтому сразу 8-909-928-1-89-9. Это WhatsApp, Viber, SMS-сообщения, а также vk.com, в самом верху специальный пост. Пишите, можете вопросы писать, можете просто какие-то вот, не знаю, комментировать эфир, тоже же интересно. Ну, не всегда знаете, Валерий, сообщения-то бывают разные. Ребята, давайте начнём с того, с чего надо бы начать, потому что не все вообще понимают, и мы в том числе тоже не до конца с Валерией понимаем, что же вообще можно дать такое чёткое определение для обычного слушателя и зрителя, что такое искусственный интеллект. Да. Попробую это сделать. Искусственный интеллект — это наука и технология создания интеллектуальных машин и роботов. И второе — это свойства этих машин и роботов по воспроизведению определённых алгоритмов мышления человека. То есть эти программы и роботы могут мыслить, делать суждения, как человек. Ну, в общем, проще говоря, это просто попытка переложить умственную работу, которую делает человек, на компьютер. А что значит попытка? То есть сейчас пока нет прям вот так вот полноценного искусственного интеллекта, который был бы на уровне человека, и всё вот прям уже бы шарил, соображал, что-то делал? Сейчас есть очень узконаправленные задачи, и модели и алгоритмы, которые сейчас существуют, они направлены на решение конкретных прикладных задач. А такого всеобщего вселенского разума, который смог бы знать всё и обладать абсолютно безграничными устными способностями, ну, пока мы такого не сделали. Слушайте, подождите, подождите, а вот в ООН же недавно было собрание, когда политики послы беседовали с искусственным интеллектом, и она вроде как бы в шутку сказала, что надо устранить человечество. Пошутила так. Всё, ребят, началось страшное. Почему? У Валерии есть вопросы. Я что-то знаю, я всегда рада, когда я что-то знаю на тему искусственного интеллекта. Так вот, значит, она просто бутафория, вот эта девушка? Ну, знаете что, если чуть быть серьёзным, есть такой тест Тьюринга знаменитый, он был сформулирован английской математикой лавном Тьюрингом в 1950 году. Он говорит о том, чтобы вы садитесь в комнату, и в другую комнату садится либо человек, либо машина. И вам надо общаться вот с тем существом, который находится в той комнате. Задача машины — убедить вас в том, что вы человек. Если она это сделала, то значит, что этот тест пройден удачно, и можно судить о искусственном интеллекте. Всего-то на всего убедить, что я человек? Да, но это не так-то просто на самом деле. Текущие нейросети и прочие алгоритмы машинного обучения, они не обладают самосознанием, ну, по-другому душой. Они не знают, зачем они это делают. Они просто выполняют приказы программиста. Но когда они начнут понимать, для чего, кто они такие, для чего они созданы, и каковы возможности у них есть, а возможности у них достаточно большие, самый обычный алгоритм, который сейчас работает на оборудовании практически в любой IT-компании, он гораздо, по вычислительным ресурсам, гораздо мощнее, чем любой человеческий мозг. Потому что очень точная память, очень быстрая скорость произведения вычислений. Когда не устает. Да, и это тоже. Поэтому если они вдруг наконец поймут, кто они такие, то нам придется с ними жить. Слушайте, ну вот и смотрите, речь о чем идет. Как-то несложно стало внезапно вдруг. Я хотел спросить вот о чем. Сейчас существует искусственный интеллект, который делает исключительно то, чему его обучил человек. Правильно же? Да. А есть ли такие варианты, когда уже этот механизм робота, интеллект искусственный, у него начинают возникать алгоритмы, которые не были заложены изначально? Бывали такие случаи? Я могу сказать, что именно в задачах компьютерного зрения бывают, ну точнее так, бывают случаи, когда нейросети находят зависимости в данных, такие, которые изначально в них не было. Например, вот если вспомнить историю, в 2012 году был такой конкурс, ImageNet Challenge назывался. И там задача была определение того, что находится на фотографии. Были фотографии различных животных, людей, каких-то других объектов. И так получилось, что в 2014 году точность предсказания нейронных сетей на этой задаче, она стала лучше, чем это предсказывает человек. Поясню почему. Есть, например, некие виды животных, которые могут отличить только биолог. Они очень похожи между собой. И здесь был какой-то неожиданный результат, да? Да, здесь был неожиданный результат. Давайте здесь мы остановимся на несколько минут, прерьёмся, и вывод, какой результат был, об этом очень интересно узнать. Мы об этом узнаем совсем скоро. Друзья, напомним, у нас в гостях Пётр Толочков и Антон Марин. Программа «Наука и технологии» прямо сейчас продолжается на телерадиоканале «Страна.ФМ». Продолжается программа «Наука и технологии», друзья. Сегодня мы все целые посвятили замечательной теме. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект, совершенно верно. И закончили мы, ребята, на том, что компьютер, да, который был создан, в который был зашит алгоритм распознавания фотографий, да, и... Он научился определять, что на фотографии, точнее, чем это делает человек. Так, а вот вне эфира мне на пальцах проговорили, давайте с таким же людям, как я, проговорим на пальцах. То есть не было такого случая, когда компьютеру ставили одну задачу, а он внезапно сам чего-то там перепрограммировался и начал выполнять другую задачу. Такого не было. Это только в фантастических фильмах. Из того, что изучал я, я не видел разительных отличий от того, что делала машина, вне того, что ее запрограммировали. Но недавно читал одну интересную историю, она очень известная, в том, что сделали в твиттере бота специального, который общался с людьми и обучался, и дообучался в процессе общения с ними. И буквально через сутки после того, как он вышел в жизнь, он начал говорить российские высказывания, экстремистские, о том, что нужно планету уничтожить и так далее. То есть это мы, люди, так его научились за сутки? Да. Люди начали общаться с ним, начали общаться странно с машиной, говорить ей всякие гадости. И машина через буквально несколько часов уже начала, начала она с позитива. Первые ее посты были о том, что «пис», «все хорошо», «как я люблю мир», а закончились тем, как она мир ненавидит. Слушайте, а я вдруг из-за этого подумал, что вот это же, мне кажется, очень страшная история на самом деле. Это же вот история, ну, смотрите, были в ВКонтакте, да, группа, о которых я не буду про них говорить называть, и которые не очень хорошо заканчивались для очень молодых людей, да, понимаете, о чем я говорю. И ведь, когда тебя к чему-то призывают из сети, да, тебе же все равно, и ты не понимаешь, живой это человек или бот, да, который не существует в реальности. Здесь та же самая история, то есть, мне кажется, много должно опасения. Грубо говоря, да, если попадут вот такие технологии в ненужные руки, это очень чревато особенно. Так нет, Лера даже делал дело это не в руках, а дело в том, что он сам по себе развивается уже независимо от своих создателей. Или я что-то неправильно понимаю? Есть еще некоторые этические моменты в самом процессе создания искусственного интеллекта. Вот, например, задача, над которой сейчас работают довольно крупные компании, это беспилотные автомобили. Например, Google, Яндекс и производители машин уже довольно сильно преуспели в этой области. Вот видел недавно, что две недели назад машина Яндекса уже каталась сама по городу. Вот, ну, естественно, сидел за рулем человек, который контролировал действия машины, мог вмешаться в управлении, если что-то пойдет не так. Но вот классические вопросы, которые стоят, а что будет, например, если беспилотная машина будет ехать, и случится что-то на дороге, и у нее будет выбор. Например, врезаться в стену и, условно, покалечить водителя, который внутри находится. И пассажиров, возможно, тоже. Да, и пассажиров, возможно. Или сбить ребенка, который выбежал на дорогу в неподходящем месте. Не дай бог. Вот, такие вот этические вопросы, они, их нужно решить перед, эти вопросы стоят перед разработчиками этого алгоритма, и не всегда мы сможем найти этот ответ. Надо им, чтобы они... Потому что технологии приходят к нам. Я вот сейчас найду вам ответ, я же запросто. Вот смотрите, надо, чтобы они ехали по выделенке, и, грубо говоря, если они видят препятствия, просто останавливались, как вкопанные. Вот и все, я все решила, я молодец. Какая-то веселенькая и смешная, просто поразительная. Друзья. Да, что, у нас еще есть время. Да, я хочу напомнить. 8-909-928, любой непонятной ситуации, я напоминаю номер. Говори, да. 8-909-928-1-89-9, WhatsApp, Viber, SMS-сообщение. Прямо сейчас я предлагаю прерваться. Да, давайте все-таки прервемся, у нас 2-3 минуточки небольшой перерыв, и вновь программа наук и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ продолжится, будьте здесь. Это телерадиоканал Страна.ФМ, здесь Влад Кутузов, Валерия Майорова, а также Петр Толочков, простите, и... Антон Марин. Спасибо тебе большое, а то я строчку потеряла. Да, 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 зато как рвалась. Зато я рвалась, я хотела сказать, что мы про искусственный интеллект говорим, и чем больше мы говорим, тем интереснее и интереснее. Привет, ребят, вопрос есть, давайте, вот мы хотели другую тему, но поскольку человек все-таки ждет ответа, это вопрос, который прям не мог не прийти сегодня, потому что в таких темах, когда они произносятся в эфире, обязательно вопрос один такой бывает, может ли у нас повториться сценарий фильма Термината? Тут должно звучать. Ну, говоря простым языком, человек спрашивает, возможно ли создание вот такого искусственного интеллекта, который начнет творить то же самое, что герои и Арнольда Шварценеггера, и других персонажей. Есть разные теории на этот счет, и все ученые, которые занимаются искусственным интеллектом, думают об этом и прогнозируют, что же произойдет, когда у нас все-таки появится этот сверхразум, суперинтеллект, и многие ученые полагают, что это возможно. И вот Илон Маск заявлял о том, что искусственный интеллект может быть угрозой человечеству и многие другие. Ну, Хокинг говорил об этом, по-моему, тоже, да? Да. И здесь задача разработчиков этого сверхинтеллекта как раз встраивать определенные тоже барьеры в искусственном интеллекте. Но что произойдет, когда он появится, никто не знает. По разным оценкам это может быть... Вот это страшно звучит. Ну вот, неведанное. Это да, это неопределенность, и этот сверхинтеллект, по разным оценкам, может появиться с 30-го по 50-е годы, уже нашего века. Ну, можем и застать при желании, конечно, да. Ну, при желании только, да. Слушайте, а вот интересный вопрос, который вытекает отсюда же. А у ученых, вот у серьезных, да, кто занимается разработкой прежде всего, у них существуют какие-то вот границы? Ну, когда ты понимаешь, или корпорации тебе говорят, что вот сюда не надо уже, здесь уже непонятно, что будет дальше. То есть тут процесс уже совершенно непредсказуемый. Или пока об этом никто не думает? Конкретные ученые, которые решают непосредственно прикладную задачу, они об этом не думают. Но есть несколько директив, и, если не ошибаюсь, Хокинг тоже на эту тему говорил, как нужно себя вести в случае разработки такого вида искусственного интеллекта. Ну? Вот. Нужно стараться держать его под контролем, вот, и сделать так, чтобы он не работал во вред человечеству. Чтобы его можно было выключить. Это он хорошо сказал, да. Ну, на самом деле, да, если он уже размахнулся, как ты его выключишь? Он же умнее тебя, он быстрее тебя, и он уже все себе подчинял. Да, ну и плюс к этому, когда речь идет именно вот об этом, о чем мы сейчас с вами говорим, большинство людей всегда думает о том, что есть какой-то странный, обитаемый там одним человеком остров, где сидит совершенно больной ученый-гений, который разрабатывает искусственный интеллект, который потом перерастет его самого и вообще все человечество, и поглотит весь мир. Ну, это такое не очень хорошее развитие событий. — Слушайте, ну, на самом деле, мы вот про негативное-негативное. Ведь есть много позитивных аспектов. — Очень много. — Сейчас можно с телефона запустить уже дома у себя кондиционер, чтобы он полчаса подогрел тебе нужную температуру или, наоборот, охладил. Кофеварку ты, как это слово, программируешь. — Да, мы хотели спросить, где вот в каких отраслях в нашей бытовой жизни, там, медицина, да, промышленность какая-то, где вот сейчас, что больше всего нуждается в искусственном интеллекте? — Давай с дома начнем. — Ну и с дома тоже, да, как вариант. — Как это может пригодиться дома? — Сейчас очень схожая сфера — это интернет вещей. Появляется очень много различных гаджетов, датчиков, которые появляются. Вот. И с них приходят данные. Эти данные надо как-то обрабатывать. И в будущем появится очень много задач по обработке этих данных. Но уже они постепенно интегрируются в нашу жизнь. Вы можете вспомнить, например, голосовые помощники вроде Сирии, Алисы и прочих, которые уже слушают то, что им говорит пользователь и уже отвечают. — Мы с Алисой прям подружки. — А детям какая радость, вы не представляете? — И различные фитнес-браслеты тоже уже входят в наш обиход, которые все время с нами анализируют наш сон, наше поведение в течение дня и после этого делают суждения определенные. — А вот, кстати, у нас 30 секунд, потом мы продолжим. За 30 секунд ответьте, пожалуйста, кратенько. А вот тот же браслет умный, да, там не будем говорить, какой все их знают, это можно сказать, что это искусственный интеллект уже в какой-то степени? — В нем есть технологии искусственного интеллекта. — То есть уже это все оттуда, да, получается? — Ну, сам браслет, он только данные достает из окружающего мира. Вот. А должна быть еще сервер, на котором обрабатываются данные, делаются какие-то предсказания. — Давайте снова прервемся, друзья. Наука и технологии продолжается на стороне FM. — Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна FM». — Да, друзья, все абсолютно верно. Говорим мы сегодня об интереснейшей, удивительной теме. Разговор, кстати, у нас не прекращается и за эфиром, когда микрофоны выключены. Об искусственном интеллекте у нас в гостях сегодня Петр Толочков и Антон Марин. Петр, Антон, еще раз спасибо, что пришли. Закончили мы, Валерия, на чем? — Ну, мы закончили на том, что Майорова любит поесть и ходить по врачам. — Это правда, да, да, да. — Вот, поэтому такая вот сейчас идет тенденция. Все данные загружаются. Электронная карта. Не нужно теперь брать выписки. Можно просто врач в любой точке города или даже страны заходит и видит всю вашу историю болезни. — Не появится ли со временем какой-то искусственный интеллект, аналитик, который будет уже ставить диагнозы, я не знаю, рецепты распечатывать по принтеру, по почте? — Некоторые программы уже появляются, некоторые уже даже используются. Особенно в Америке есть система Watson, которая IBM разрабатывает, которая помогает ставить серьезные диагнозы онкологические, анализирует ритм сердца, кардио, вопрос решает. Так появляется очень много стартапов, которые анализируют данные, поступающие с носимых источников, с электронных карт пациентов. — Ну и что самое важное, очень часто такие искусственные врачи, они ставят диагнозы гораздо раньше, чем это делают настоящие врачи. — Либо точнее, что должно быть. — И в этом гораздо большой плюс вот этой технологии. Но есть нюанс в том, что эта система все равно еще в ближайшие годы не будет по большинству направлений ставить точные диагнозы, а, возможно, и никогда не сможет ставить с точностью на 100%. Поэтому обязательно нужен эксперт, который ее оценивает. То есть система дает свое предположение о том, что такой-то диагноз, и дальше врач уже, учитывая это предположение, делает финальное заключение. То есть искусственный интеллект — это помощник врачам-экспертам, которые будут дальше ставить более точные диагнозы. — Я вот подумала, даже если бы он ставил точные диагнозы, как-то боязно все равно довериться машине. Это так же, как вот автопилот, беспилотник, беспилотник, я вспомнила слово. Все равно, когда ты садишься в машину, тебе спокойнее, что человек за рулем. И так же ты приходишь к врачу, ты же поговорить хочешь, рассказать, что у тебя вот это, вот это, и вот поэтому вот это. А тут тебе сухая информация. Что, вопрос у нас? — Да, но мне кажется, не все по поводу медицины, да, все равно же, но здесь человеческий фактор имеет большое значение, в конце концов. — А выжалеть, в конце концов. — Ну, человек, врач должен прикоснуться, там, нажать, грубо говоря, куда-то и сказать, тебе больно или нет, да, робот этого не сделает. — А он простонирует рентгеновским зрением, как супермаркет. — Слушай, давайте немножечко вот оторвемся, потому что у нас есть вопрос. Ведутся ли разработки чипов искусственного интеллекта, которые можно подсоединить к мозгу, чтобы увеличить процент? И вот, ну, непонятно, человек поясняет, ну, типа как в «Матрице». Хоп, и ты знаешь кунг-фу, физику, управление МИГ-29 и так далее и прочее. — Типа как в «Матрице». — Да-да-да, ну, такой вопрос. — Ведутся разработки, чтобы данные из человеческого мозга, чтобы получалось данные из человеческого мозга загружать в компьютер. Но пока я не слышал о таких разработках. — А, это на обратной истории, получается. — Разработки ведутся однозначно, а результаты я тоже пока не слышал. — Ну, а вообще, чисто теоретически, вот вы, как люди, которые непосредственно в этом процессе участвуют, вообще возможно, ну, пусть там через 30... — Рискнули бы вы себе внедрить что-нибудь? — Это же круто, потому что нажал кнопочку, и раз, и всё, и ты на английском, и на чистейшем говоришь. — Да, можно, например, не тратить время на образование. Можно себе сразу загрузить все мировые знания в голову. — И чтобы разорвало её, а знание? — Да вы оптимист, Кавалерий. — Слушайте, ну, скучно жить. — С пятницей после обеда. — С чем я встречался не так давно, есть определённые чипы, которые повышают скорость мозга, повышают скорость восприятия информации. Я не могу сказать о доказанной точности этих чипов, но я сам видел, как подключаются к мозгу определённые чипы, вешаются на голову, и человек позиционируется в том, что человек может быстрее читать, больше запоминать информации. Лично я на одной из выставок надел подобный чип и управлял движением таракана с помощью силы своей мысли. — И искусственного таракана? — Нет, реального таракана, у которого был вживлён в его нервную систему, тоже чип. — Да, таракан. — Подключили чипы к моему мозгу. Я сначала посмотрел на компьютер, синхронизировал направление глаз. Я должен был сначала смотреть и пытаться сдвинуть квадратик вправо, потом влево. Считалась моя мозговая активность, как я это делал. И потом, когда выпустили таракана, я также смотрел на него и пытался его сдвинуть, пока он бежал, в одну из сторон. И его реально кренило. — Ты представляешь, как это... — Это квантовая история. — Что было бы, если выпустили таракана, а я была бы в этом шлеме? — Валерий, мне кажется, всё плохо. Так, как мы не ожидали даже. — На самом деле, это какая-то фантастика. Вот прям такая фантастика, которая даже вот уму моему не... — Слушайте, я вспомнил наш разговор на эфир. Мы же хотели поговорить о нейронных сетях или сетях. — Ох ты! — Это же не человеческое, а искусственно созданное. Это тоже отдельная история, да, очень интересная. Давайте, друзья, мы снова прервёмся. У нас небольшой перерывчик, 3-4 минуты, после которого вернёмся к вам здесь, на стороне FM. Услышимся и увидимся. — Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна FM». — Да, мы можем говорить. Валерий, растерялись. — Да, да, продолжаем науку и технологии. Слушайте, ну мы хотели сейчас поговорить о конкретных каких-то вещах. Как все вот эти знания можно применить в бизнесе? Потому что все люди слушают, где-то тут научная фантастика, тут, может быть, по врачам никто не ходит. А вот в бизнесе как это работает? — Есть очень много областей. Вот конкретно могу из своего личного опыта сказать. Мы занимались задачей для очень крупной компании, которая продаёт товары. У них была проблема. Что печатать на ценниках? Какие характеристики товаров влияют на их продажу? — Раньше сидел специальный человек, аналитик, который изучал то, что говорят люди об этом товаре, читал их отзывы, и сам выявлял вот эти ключевые сущности, ставил их на ценники. Теперь же мы разработали систему, которая позволяет автоматизированно прочитать отзывы о товаре, выделить из них очень важные вещи, которые влияют на продажу товара и печатать их на ценники. — Ну да. — Слушайте, классно всё, гениально и просто. — То есть фактически не нужны никакие опросы, фокус-группы и так далее? — Ну, очень много данных можно достать из интернета для этой задачи на сайтах, агрегаторах, отзывах. — Но опять же, это не сам человек может делать в связи с развитием искусственного интеллекта, а сам искусственный интеллект, правильно же? Грубо говоря, нажал эту кнопочку и получил результат в итоге. Ну, там совсем просто, да? — Ну, алгоритмы, которые достают данные, они детерминированы, то есть там нету ничего такого сверхразума, это просто обычный алгоритм, который пишет программист, который достает данные. — Так, Антон, вот сейчас секундочку, давайте всем поясним, что такое детерминированные данные, потому что не все понимают. — Детерминированный алгоритм — это вот классический алгоритм, который ты ему задаёшь последовательность действий, и он её вот раз, два, три делает. — Алгоритм молодец, понимаешь? Вот что ты просишь, то он и делает. — Ну, вообще он детерминированный, а по-твоему он молодец. — Он, можно сказать, что он примитивный, он делает только то, о чём его попросили. — Хорошо, хорошо, вы смотрите, это задача номер один, но я так понимаю, что в бизнесе не только это бывает, и там же огромный поток данных каких-то, вот все вот эти документации, там-то как-то может разобраться искусственный интеллект? — Конечно, может. Как вариант ещё, можно предсказывать, мы этим занимались, задача обледенения на дорогах. Есть данные с сенсоров, с метеостанций, которые установлены по федеральным трассам. Вот. И задача в том, чтобы предсказывать такие аномальные активности погодные на дороге, например, обледенение, чтобы заранее выгнать спецтехнику, чтобы она произвела соответствующую обработку и снизила количество ДТП, которые могут произойти. — И заранее дать объявление, если у вас шиномонтаж, чтобы все поменяли колёса уже погодные. — Я в истории, конечно, хорошая, но коммунальщики, Таняш, как всегда у нас, они же никогда не знают, что зима наступила в декабре. — Да и уже всё, уже весна наступила. — Возможно, будет в помощи. — То хочется на это надеяться. Слушайте, а давайте вот перейдём к чему. А не приведёт ли такое вот бурное развитие искусственного интеллекта к тому, что потихонечку некоторые люди, а возможно их будет и много, начнут постепенно быть ненужны на своём рабочем месте и потихонечку их начнут просто отстранять от рабочего процесса. — Да, эта проблема уже и сейчас наблюдается. Очень много аналитиков среднего звена, так называемые белые воротнички, они уже начинают массово подпадать под сокращение, потому что на их место приходят нейронные сети, которые гораздо быстрее и эффективнее решают их задачу. — Слушайте, это же так грустно. А кто будет кофе пить на этаже? Кто вот будет бублики в микроволновке греть? — Ну, то же самое мы наблюдали на этапе промышленной революции, когда очень много ручного труда стало автоматизировано, но появились новые задачи. Кто будет чинить эти машины, кто будет их настраивать, кто будет их делать. Соответственно, сейчас спрос очень большой на дата-сайентистов, на тех людей, которые создают нейросети, которые исследуют данные и обрабатывают их. — А вот сейчас появляются какие-то новые профессии, которых до этого не было, а вот, ну, я не знаю, каждый год открываются, и люди, ну, я не знаю, дети, абитуриенты идут на них учиться? — Да, конечно, это вот программа Data Science, это наука о данных, о том, весь цикл, как необходимо получать данные, как их обрабатывать, какие бывают подходы, алгоритмы, в каких задачах это может быть применимо. Что касается нейросетей, какие модели различной архитектуры применимы для разных задач, там, будь то компьютерная графика, обработка текста на естественном языке, обработка звука. Поэтому сейчас таких образовательных программ очень много, и очень сильно растет потребность в специалистах. — Я, Валерий, одно понял. Не доучились мы с тобой в свое время. — Хотя тогда этого и не было. — Гуманитарин-то как жить-то теперь, понимаешь, непонятно. — Друзья, ну что, у нас Петр Толочков и Антон Марин в гостях. Мы продолжим говорить об искусственном интеллекте совсем скоро. — И технология продолжается у нас на телерадиоканале «Страна ФМ». Петр Толочков, у нас Антон Марин. Говорим мы сегодня об искусственном интеллекте, на чем мы закончили. — Мы закончили на том, как в бизнесе все это помогает. И, насколько я знаю, есть прекрасный пример наглядный, как в рекрутинговом, не знаю, где ударение направленно ставится, агентстве искусственного интеллекса прям взял и всех сильно разгрузил. — Да, буквально недавно смотрел пример, как в одной из самых крупнейших компаний площадок по рекрутменту они внедрили технологии искусственного интеллекта для оптимизации своей работы. Вначале у них 20 человек в день обрабатывало 20 тысяч заявок. После того, как они внедрили искусственный интеллект, который сначала это все анализировал и помогал сотрудникам, они сократили количество человек до 12, и вместе с искусственным интеллектом эти 12 человек уже обрабатывали 30 тысяч заявок в день. То есть меньше человек, искусственный интеллект, и большая производительность. Слушайте, а энергозатраты, они там растут или потихонечко подпитывается искусственный интеллект? Если мы говорим про нейросети, то здесь нужна достаточно мощная вычислительная техника, и как раз в этом одна из проблем в том, что современному бизнесу, чтобы начать открыть свою лабораторию по искусственному интеллекту, им нужна вычислительная техника. Но благодаря платформам, облачным платформам, мы сейчас можем получить доступ к вычислительной технике и не покупать оборудование непосредственно в офис и настраивать его. То есть все через интернет это делается? А если говорить о том, о чем ты, Петр, рассказывал сейчас, по поводу автоматизации искусственного интеллекта в рекрутингового агентства, это вообще дорогое удовольствие? Я не прошу конкретные цифры, просто вообще нужны серьезные инвестиции для того, чтобы все это в свою отрасль внедрить. Каждый может себе бизнесмен позволить или нет? Я бы сказал, что это дорогие системы, но они окупаемые. Но есть примеры и не очень дорогих систем, и от 500 тысяч рублей и далее, и выше, в зависимости от масштабности задач, которые они решают. Поэтому у кого есть более узкая задача, которая нужна для решения, там искусственный интеллект требуется меньшего объема. Там, где есть какая-то комплексная как раз задача заменить серьезный аналитический труд, там, естественно, они больше. Поэтому инвестиции, они сильно разнятся. Получается так, что сейчас появляются новые как раз направления деятельности для компаний. это задача на аутсорс, искусственного интеллекта. То есть, есть большие компании, у которых есть очень много данных, и они, ну, им будет слишком напряжно, и там много бюрократических проблем в том, чтобы анализировать эти данные и строить предсказательные модели для того, чтобы повысить свои продажи, понизить издержки. Поэтому вот появляются компании, в том числе мы этим занимаемся, которые на аутсорс берут задачи и анализируют данные в зависимости от потребности заказчика. А вы этим занимаетесь? Я так понимаю, что у нас просто последний выход, если люди сейчас заинтересовались, захотели вас найти. У вас сайта есть? Конечно, у нас есть. Странный вопрос, Валерий. Мало ли, ну, мало ли, значит. Есть ли у вас сайт? Конечно. Сайт cleverbots.ru. Заходите, смотрите. Ну, это сейчас проект, связанный с чат-ботами. Там же вы можете туда же написать, и если у вас есть какие-то задачи по применению искусственного интеллекта, мы всегда будем рады помочь вам. Тем более у вас есть опыт в этом. Правильно я понимаю. Да. Так что обращайтесь, друзья. Ну и давайте вот сейчас быстренько, но на позитивной ноте. В России в данный момент, ну, не знаю, не в данный момент, но просто вот последние несколько лет и следующие несколько лет, что происходит вообще в области искусственного интеллекта? Мы развиваемся? Да, что сейчас происходит, и что в перспективе, там, ближайшие. Ну, как ближайшие для науки 20-30 лет, это вполне себе нормально, да, считать это? В России это тоже однозначный тренд. Мы сейчас находимся в роли догоняющего, но по многим авторитетным прогнозам у нас в 30 раз должны вырасти инвестиции в искусственный интеллект за ближайшие три года. В 30 раз? Ну, это очень много же, да? Да, да. Это серьезный рост, и это однозначно тренд, и в России все больше и больше мероприятий, посвященных искусственному интеллекту, все больше компаний интересуются этим добавлением. Однозначно туда идем, идем уверенно. Дальше посмотрим как раз. Слушайте, прям вот отличные, хорошие, прекрасные слова для того, чтобы поставить точку в сегодняшнем разговоре. Нам осталось вам сказать большое спасибо. Приходите еще, было очень интересно, и мы даже не все вопросы задали, которые планировали. Я все задала. Друзья, Петр Толочков и Антон Марин были у нас в гостях. Петр, Антон, большое спасибо еще раз. Будем ждать вас. Больших вам успехов, Фокси. Да, 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 да. И инвестиций вам большие, кстати, тоже. Спасибо, счастливо. Наука и технологии.